Быструю диагностику и лечение онкологии теперь будут проводить на базе Сестрорецкой поликлиники. Городская больница номер 40 поддерживает государственный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями, в рамках которого во всех районах Санкт-Петербурга должны быть открыты центры амбулаторной онкологической помощи. Туда участковые терапевты будут незамедлительно направлять на обследование пациентов при малейшем подозрении на рак. Итак, по ходу. Забор биоматериала, дальше отделение лучевой диагностики, клиническая лаборатория, представленная кабинетом забора крови и кабинет МРТ. К решению серьезной задачи подходит комплексно. Вслед за первым центром амбулаторной онкологической помощи, открытым в начале октября в Выборгском районе Петербурга, большая презентация нового отделения состоялась в Сестрорецке. Условным обозначением передового подразделения в составе больницы служит аббревиатура ЦАОП, а смысл, стоящий за ней, подразумевает слаженную совместную работу врачей-специалистов в борьбе с одной из самых непредсказуемых болезней современности. В этом центре концентрируются все больные с подозрительной онкологической заболевания. В нем все есть для того, чтобы быстро и, главное, квалифицировать пациент. И в течение некоторого времени уже представить пациента на этап специализированной стациональной помощи, если, конечно, диагноз такой поставлен, уже сферифицирован диагнозом. То есть гистологическим подтверждением того или иного злокачественного образования. Одна из тоже немаловажных задач – это лечебная функция ЦАОП. Такой функции в наших амбулаторных учреждениях раньше не было. Это проведение специализированного химиотерапевтического лечения на базе дневного стационара этого центра амбулаторно-онкологической помощи. Это новое дело не только в нашем центре амбулаторной помощи, но и во всей стране. В рамках программы по развитию медицинских учреждений в нашем городе до конца года будут работать 8 центров амбулаторно-онкологической помощи. Наш ЦАОП рассчитан не только на курортный, но и на кронштадтский район и способен ежедневно принимать около 50 пациентов. Обслуживание в центре амбулаторно-онкологической помощи совершается по полису ОМС, а расположение центра в стенах поликлиники делает этот вид медицинских услуг максимально доступным. Главное, чтобы за этой помощью вовремя обращались, ведь своевременность является одним из ключевых факторов успешного исхода борьбы с онкологией. «Мы участвуем в таких скрининговых программах, как, например, раннего выявления полуректального рака, рака шейки матки. Таким образом, стараемся уменьшить количество онкологической патологии в нашем городе». На базе 40-й больницы вместе с врачебной практикой продолжается и научная работа, развитию которой очень способствует обновление медицинского оснащения. Новое оборудование экспертной категории, пополнившее арсенал больницы в этом году, позволяет верифицировать рак толстой кишки, прямой кишки, рак желудка и ряд других злокачественных новообразований. Новый центр амбулаторно-онкологической помощи будет работать по принципу консультативно-диагностического центра с дневным стационаром. В своей работе он будет опираться на все технические средства поликлиники, в их числе аппараты для проведения рентгеновских, маммографических, эндоскопических исследований, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также ультразвуковой и функциональной диагностики. Также в прямом доступе центра будет и клиникодиагностическая лаборатория, которая поддерживает работу всего медицинского учреждения. Дарья Семнец, Станислав Родионов, Курортный район, Санкт-Петербург. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok